МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Побои в отношении близких родственников из уголовных в административные правонарушения. За них будут взимать штрафы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, назвал декриминализацию побоев залогом крепкой семьи. Депутаты уверены, что таким образом лишь устранили пробел в законодательстве. По их словам, побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом прошлого года эту статью смягчили. До чего дошло подобное вмешательство в семье в Западной Европе, когда детей превращают в Павликов Морозовых, которые приходят и стучат на своих родителей, извините, которые говорят о том, что, извините мне, мама не разрешает с мальчиком встречаться в спальне вечером, и на следующий день эту маму лишают родительских прав, а ребенка вывозят из семьи. Подобного рода ситуации недопустимы. Многие общественники и правозащитники выступали против принятия этого закона. Они уверены, что новый закон дает индульгенцию на насилие в семье и делает его жертв беззащитными. Домашнее насилие опаснее, чем насилие на улице, говорят адвокаты. От насилия на улице можно спрятаться дома. А где прятаться от домашнего насилия? Где прятаться, когда этот хулиган, да, вот если вы встретите на улице хулигана, вот, допустим, он ударил, вы его потом уж никак в жизни больше не увидите, ну, или увидите его только в суде. А если этот хулиган с вами живет в одной квартире, у вас с ним общее имущество, общие дети. Естественно, такая ситуация значительно общественно опаснее. И как раз получается, что именно такие люди, да, которые совершают домашнее насилие, ведь именно они покушаются на семью, на семейные ценности. Сегодня во всем мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день, 72 года назад, советская армия в Польше освободила нацистский концлагерь Освенцим, или лагерь смерти, как его называли. Во многих городах мира зажигают свечи в память о погибших. В Освенциме сегодня проходит церемония с участием выживших узников Холокоста. На них также присутствуют официальные лица из Польши и Израиля. Считается, что в Освенциме были уничтожены до полутора миллионов евреев. Всего же в концлагерях нацистской Германии и во время трудовой депортации погибли до шести миллионов человек. Я постоянно плачу, постоянно. Наша психика была изуродована. Мы были детьми лагеря. Я была в лагере в Лодзе, не в Освенциме. Его называли маленьким Освенцимом для польских детей. Суровые условия, строгие меры. Позже к нам пришли девочки из Освенцима. Они потом хотели вернуться обратно, так как условия в Лодзе были намного хуже. Там не было взрослых пленных, только дети, сами по себе. Советник Дональда Трампа подтвердила, что Белый дом обсуждает снятие санкций с Россией. Об этом Келлен Конуэй рассказала в интервью телеканалу Fox News. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о подобных планах. Первый телефонный разговор между американским и российским президентами пройдет завтра вечером. Ранее президент США заявлял, что может снять санкции против Москвы, введенные за аннексию Крыма. По его словам, это поможет улучшить отношения с Россией. Снятие санкций наверняка будет воспринято негативно европейскими лидерами. Они настаивают, что это можно сделать только после возвращения Крыма в Украину. За снятие санкций с Россией выступает и новый министр иностранных дел Германии. Сегодня этот пост официально занял Зигмар Габриэль, лидер главной оппозиционной партии страны. Прошлым летом он лично встречался с Владимиром Путиным и заявил тогда, что санкции можно отменить, если Москва будет выполнять Минские соглашения. Предыдущий министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштанмайер ушел в отставку два дня назад. Он намерен бороться за пост президента страны. Весь мир отмечает сегодня ночью китайский Новый год. Приходит год огненного петуха по восточному календарю. В Австралии, которые за разницы во времени встречают Новый год первый, уже прошли масштабные празднования. Они начались традиционным китайским карнавалом с восточными драконами, а затем над Сиднеем прогремел праздничный салют. Небо над знаменитой Сиднейской оперой было раскрашено в красные цвета. В самом Китае идут праздничные новогодние ужины. На них традиционно подают пельмени. Самый большой ужин устроен в одном из залов под Пекином. Там пельмени подают на сотни столов, за которыми сидят более тысячи человек. Ужин продолжался более чем три часа. Эта традиция началась еще в 80-е годы с подачи Коммунистической партии. Теперь такие пиры идут как в больших городах, так и в маленьких деревнях. К этому часу все. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok